Мы за здоровый образ жизни! Светлана Шеева. По ее словам, такой формат увлекает больше, чем обычная гимнастика. Ну, с танцами, да, потому что немножко как зарядка, вот эти спортивные движения, немножко скучновато. Нужно как-то повеселее сделать. Вот так вот и пришла мысль. По мнению заведующей филиалом Центра досуга юность деревни Горки Натальи Иштугановой, День здоровья – отличная возможность на личном примере показать детям, как идти со спортом по жизни. Все стараются пройти здоровый образ жизни. Мы решили поддержать эту акцию, потому что стараемся не пить, не курить и заниматься спортом. Так как у нас это досуговая площадка, здесь больше нас молодежи. Стараемся каждый праздник мы поддерживать. После разминки все отправились в Центр досуга, где продолжилась спортивная программа. Одни отдыхали, другие играли в аэрохоккей, а взрослые наблюдали за веселыми забавами ребят. Елене Осиповой мероприятие, посвященное Дню здоровья, понравилось, ведь в своей профессии она редко сидит на месте. У меня образ жизни динамичный, у меня работа связанная с детьми, как ни крути. Поэтому, да, приходится с детками так прыгать, веселиться. Однако не только спортом занимаются маленькие гости учреждения. В досуговом центре «Юность» для детей собрано много развлечений. Изучение английского, рукоделие и так полюбившиеся ими танцы. Танцы здесь любят больше всего, поэтому и разминка другой быть не могла. Анна Осипова, как и многие здесь, занимается танцами. Помимо активных движений, она видит в занятиях дополнительные плюсы. Танцы, потому что здесь современная музыка, и она очень классная. Регулярные занятия спортом, а именно танцами, делают День здоровья в досуговом центре «Юность» практически рядовым событием, поскольку здесь с малых лет детей приучают к активной спортивной жизни. Арсений Рогозянский, Евгений Садовский, Елена Кошлева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова